В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Россиянка Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти обеих рук, сейчас осваивает новые протезы. Их девушки изготовили в Германии. Новую руку мама двоих детей показала на своей странице в соцсети ВКонтакте. На одном фото Маргарита весело показывает козу, на другом позирует зонтиком. К правой руке на этих снимках пристегнут функциональный бионический протез. Искусственная рука способна шевелить пальцами, реагируя на нервные импульсы, которые посылает мозг к конечности. Также, как сообщила Маргарита, ей сделали еще один протез, попроще, для черновой работы. На нем шевелится всего два пальца. Сейчас девушка учится управлять новыми руками. Что касается левой кисти, то здесь немецкие специалисты предусмотрели прибор для электростимуляции мышц. Напомним, нашим врачам удалось сохранить левую кисть. Ее собирали по мельчайшим кусочкам. И сейчас руке необходимо заново вспоминать свои функции. Электростимуляция заставляет мышцы реагировать, сокращаться. В итоге рука работает, и ткани не погибают. Впереди у Маргариты долгий курс реабилитации. Напомним, шокирующий инцидент произошел в декабре прошлого года. Муж Маргариты Грачевой на почве ревности отрубил ей кисти обеих рук. Сейчас он находится под арестом по делу об умышленном причинении вреда здоровью. О том, что сделал папа, дети не знают. Сыновьям Маргарита рассказала, что попала в аварию и объяснила, что теперь у мамы будут руки, как у робота. Компания Uber испытывала серьезные проблемы со своими беспилотниками еще задолго до смертельной аварии, в которой погибла велосипедистка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The New York Times. По сравнению с разработками конкурентов, автопилот Uber был куда более сырой. В среднем машина могла проехать самостоятельно чуть более 20 километров. Далее водителям, сидевшим в салоне для подстраховки, приходилось брать управление на себя. Особенно тяжело автопилоту Uber давалось движение возле строек и машин с высокими бортами. Для сравнения, беспилотные машины другой компании, Вейма, которая является родственницей Google, могут проехать самостоятельно не какие-то 20 километров, а более 9 тысяч. Что называется, почувствуйте разницу. Напомним, трагический случай с беспилотником Uber произошел на минувшей неделе. Автомобиль, ехавший самостоятельно, сбил велосипедистку, которая переходила в неположенном месте. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. После трагедии компания Uber приостановила все испытания своих беспилотников и начала сотрудничать с полицией в расследовании инцидента. Была обнародована и запись, на которой запечатлен момент трагедии. Женщина с велосипедом появляется на темной пустой дороге буквально из ниоткуда, и в такой ситуации вряд ли кто-либо мог избежать столкновения. К такому выводу пришли и полицейские, изучив все материалы по делу. Но, с другой стороны, эта же запись показывает, что женщина-испытатель сильно отвлеклась от дороги. Учитывая проблемы беспилотников Uber с самостоятельной ездой, это очень опрометчиво. Возможно, если бы оператор следила за дорогой, она успела бы раньше нажать на педаль тормоза, и смерти пешехода удалось бы избежать. Полиция не исключает, что против сотрудника Uber, находившегося в салоне, могут быть выдвинуты обвинения. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.